Я считаю, что мы сегодня проиграли заслуженно. Во-первых, даже нельзя так начинать начало игры, давать такой гальвика, два мяча. С чем связано? Наверное, трудно ответить, чем это связано. Я думаю, что где-то было такая немножко недонастройка. Уже начали безобразно. Пропустили два, потом начали. Ребята стараются, пошли претензий к ним, поэтому нет. Но, как говорится, желание есть. Еще желание можно получить подкрепляться подготовкой. У меня, например, было явно все видо, что мы проиграли во всех единоборствах. В стартах, вообще во всех, и в силовой, и в функциональной, и в общем все. А когда ноги не бегут, то и голова сразу. Поэтому, все закономерно. Спасибо большое, коллеги. Ваши вопросы? Андрей. Андрей Васильевский, трибуна. Сергей Вячеславович, вот эта вот история про то, что проигрывали во всем, можно как-то подправить к Лиге Европы успеть? Вы знаете, как все идет? Вы знаете, только через игры мы можем сейчас подправить. У нас нет ни недельных циклов, когда можно было хотя бы что-то изменить, чтобы у тебя было, например, полтора месяца. Месяц-полтора можно подправить, правильно сказать. Сейчас мы можем только через игры, через, ну, набирать через... Я сейчас вижу, только через игры. Мы даже силу не можем давать, потому что, ну, реально, команда... Команда сейчас находится в подготовительном периоде. Ну, даже она еще только вышла из отпуска. У меня есть все показатели того года и этого года. Я когда протестировал команду, я... И ребята это понимают, они видят. Они очень переживают. И мне, как бы, ну... Сейчас не надо искать виноватых. Сейчас надо исправлять ситуацию, но... Вы знаете, мне... Вот в чем-то феномен Семенов, да, вот взять. Ну, столько лет, и столько лет дает результат вообще. Я думаю, феномен Семенов, доверие. Ну, всегда мне нравилось. Он брал молодых ребят. Там Харлачева он привез из... Ладно, так, из Толячка. Наверное, хоккейст. Вот. Там Соломатин, там, в третьей лиге где-то бегал непонятно где. Собрал всех ненужных футболистов, которые не нужны были, Динамо, в Москве, в Спартаку. Там... То есть, там, меня нашел где-то... В Белоруссии, там, еще кого-то. С Украины привозил ребят никому неизвестных. То есть, не было никаких времен, никаких этих. Что нам потом? Хороший функциональный подготовка. Для чего? Чтобы мы выполняли его требования. Задача. Задача. Тренер. Футболистам дать идею. Но эта идея должна подписываться функциональной подготовкой. Если футболист ее выполняет, то он играет в локомотив. Если он это не выполняет, то есть, нет доверия к тренерской идее, то он уходит. Поэтому, те ребята, которые... Поверьте, мы никого не выгоняли на сегодняшний день. Те ребята, которые ушли, у них просто нет доверия к тренеру. Что тренер им может дать то, за чем существует футбол. Те, кто остались, я буду с ними работать. И я уверен, что они примут мою идею. Причем, потому что много ребят, которые играли при мне. Вот. И я уверен, что у нас будет все хорошо. Но для этого надо. Мне казалось, старте Олегновича что-то с ним? На предыгровой тренировке неудачно пошел в отбор и немножко есть повреждения. Не знаю, или задняя, или может просто крепатура. Но мы решили поперечь, потому что он чувствует большой дискомфорт. А людей вы сами видите у нас. Но проблема опять не в людей. Проблема именно подготовки. Кстати, вышел в молодой египальню в суши и вылазил 31-30 минут. Он не вошел? Или надо было что-то менять уже после 0-2? Ну, я изначально планировал дело много, после того, как с Олегновичем случилась проблема. Но когда мы посовещались, я хотел иметь козырь. Имея только одного фатайна, выход на атаку, этого было маловато. Поэтому я поставил более бараницем, осушиться. Плюс под нападающими должен был. Мы эту схему даже как бы не отрабатываем. То есть мы играли 4-1-3-2. Вот так. Может где-то поэтому походу мы перестроились и начали играть опять 4-3-3. Вот так вот я опустил Триботича. Поставили Диму Билану. Конечно, если бы сегодня сыграли ничью, то это, ну, я считаю, было, может, даже где-то и неправильно. Потому что мы не потому что мы не хотели, а потому что мы не готовы. Вот и все. Как раз он, что как там всегда в сайте полчаса? Да он старался. Он понял, но видно, что парень еще действовал неуверенно. Первая его игра и против такого соперника. Плюс он сам не ожидал, что выйдет. Но это все вопрос времени. И Иванов тоже вышел. Поэтому, ну, что есть, тем не игра. Не комплект замен был, что такое, а не все было. Это потому что Альфнович. Плюс я стараюсь по максимуму давать ребятам игровое время в дубли. Потому что, чтобы набирали форму. Ведь Иванов, если помните, полгода, ну, практически у него не было игровой практики. Футболист не сыграет неделю, он уже все, он уже не в тонусе, в игровом. Почему ему не давали играть? В основном он не играл, одну игру вышел, да, на кубок. И за дубль не давать играть. Как он будет прогрессировать? Нет шансов. И такая ситуация, помогим ребятам. Поэтому выберемся. Скажите, а что с Интелевским происходит? Он за дубль играет, там не забивает. Он как там... Хуже дублем. Я вам скажу так, сейчас, последний игрой смотрел, изумительно выглядел, ну, хорошо выглядел этот, Ложкин, и, Демченко, да, второй, и Демченко справа. Классно, пацаны выиграли. Движение, все. Но мне сейчас надо просто время, чтобы разобраться, как правильно использовать. И вторая задача. Они уже, наверное, за полгода сыграли матчи 50. за дубль. На турнире 5 игр в этом, во Франции в какой-то. Кому это надо? У нас, потому что, не хочу говорить, детские тренировки, они не понимают одно, что они должны развиваться в недельных циклах и играть одну игру в неделю, а не три игры в неделю играть. У них уже голова не соображает. Плюс у них учеба, там экзамены, еще что-то. Каждый выискивает свои интересы. Эти ребята уже должны быть под основой. Знаете, почему? Да, у них не хватает силы, но у них мозги есть. У них есть качество, с которыми можно работать и развивать. Но постепенно их прапливать к составу. Почему? Потому что, если я сразу поставлю пять дублеров, ребята, ну, это, ну, давайте будем объективно динамо стоять в самой высокой цели. Вы сыграли без маниру сегодня. А он до этого выходил в 10 матчей от 11. Насколько сложно было, и, ну, вообще заменяемый поэт. Без самим у них? Да. Ну, я вам скажу так, что, опять же, салли, это его решение было. Вот. И, там, оставлять человека и зачем. Плюс, я считаю, что, когда наберет Копленко и наберет Яхар, мы, не будем, я не считаю, он сильнее, чем мы, чем мы, Копленко и Яхар. То есть, в долгосрочной перспективе это не потеря? Нет, нет. Конечно, если на сегодня, конечно, я бы нашел два места на поле. Но, опять же, если я хочу играть в одного упорного, и Копленко, Яхар, они не инсайдные, это не их позиции, профиль, мы так и собираем. Может, только еще будет задать вопрос. Андрей, подсказывай. Из трех россиян, которые были в команде, остался один Тегеев, и, насколько я знаю, что вы с ними разговаривали, почему именно он вас убедил, что он хочет остаться, готов остаться? Я с ним поговорил, я ему объяснил всю ситуацию, что его проблема не проблема в футбольной качестве. Потому что я говорю, ты очень хороший футболист, ты, во-первых, не был бы Спартаке, и все. Твоя проблема, это ты должен привести себя в порядок. То есть, вы сами видите, есть проблемы и личного детства, есть проблемы в функционалке, это то, что я протестировал, то, что я и так не вооружена с гамерами. Он изъявил желание, сказал, что я буду работать, я прийду себе в норму. Я говорю, как только ты наберешь физически, ты будешь здесь лучшим футболистом в Беларуси по позиции левого защиты, правого защиты. Потому что ты футболист. Но ты себя запустил. Запустил, может быть, еще много лет назад. А сейчас надо тебя реанимировать. А с остальными мы тоже разговаривали? С Дьяковым? Со всеми, у Дьякова воспалилась старая травма, с которой мы его приобрели, имея вот эту старую травму. Она у него воспалилась. А Тегеев позвонил в агент, говорит, вы как рассчитываете мне? Я говорю, я на всех рассчитываю, но люди должны выполнять мои требования. Через день позвонил в агент, сказал, что мы будем настрелять потрат. Не вопрос. Четче. Ой, чете, чете, чете. Извиняю. Какие позиции нужно укреплять перед Лигой Европы? Насколько вы, может, вы кого-то посмотрели, вы уже нашли? Сами видите. Сам видите. Случилась та же проблема с Данилом. Перелом. У одного перелом носа, у другого перелом. И сегодня, когда я вижу, люди прыгают вперед ногами, и судья там начинает что-то рассказывать, ну, ребята, давайте мы будем объективны. Последний эпизод. Да, наш игрок сто процентов заработал. Если бы он ехал бы в ногу, эта красная карточка чистая. И я не учусь своих футболистов играть, прыгать. Надо отбирать за счет корпуса, за счет ног, за счет мозгов. Не надо прыгать и катиться. Никогда этого вообще это запрещали. Но когда один катится вперед ногами, судья ничего не реагирует. И через там две секунды мой игрок так же идет в отместку ему покажут желтую. Я считаю, это неправ конечно, реферин. Потому что ты упускаешь момент. Плюс у тебя еще несколько пар глаз за этим наблюдается стороной. подсказывать, помогить. Значит, я считаю, что люди просто неправильно трактуют эпизод. Про усиление? А про усиление? А я же ответил. У нас очень много позиций надо усилить. Может, кроме вратарской. Потому что если мы усилим позицию вратарской, мы потеряем плотников. Вот. Я считаю, что здесь только единственная позиция, которая не требует. А так во все зоны это я хотел бы видеть. Конечно, футбольство сильнее. Я слышал, что у вас была возможность общаться с Юрием на сколько он вам нужен сейчас. Я вообще не общался с ним. Ни с кем не общался. Не было конечно. Во-первых, я считаю, что я хочу сильнее футболиста. Как вы не понимаете? Ну, он из Венгрии вроде как в Венгрии поигрался в последний год. Кто-то не плохо смотрел. Я не знаю, как он летит. Я знаю, что если не плохо смотрелся, все, там бы остался. Вы сами затронули жесткую игру. Вот я так много в петель стыков фолов. Постоянно врачи бегали. А с чем вы это связываете? Когда я готов, я всегда буду первый на мяче. Я всегда буду опережать. Я не буду фалить. Да, на меня будут фалить. Но если ты да, глаза видят, ты вроде хочешь, а шины сдуты. есть кого-то из Динамо спрос? Была какая-то полуновость про Швейцово и Московское торпедо? Московское торпедо из Динамо Минска Московское торпедо Швейцово. Я по крайней мере такое читал. Не, я понимаю, что это очень странно, но как есть такие. Не, Если все слухи комментировать, то там спасибо.